Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Состоялось 43-е заседание Национального собрания Западной Армении. Честь быть гражданином Республики Западной Армении Раймонд Берберян. 1 декабря 2022 года состоялось 43-е онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении, в котором прилили участие депутаты из разных стран. Заседание вела председатель Национального собрания Нелли Арутинян. В повестку дня был включен ряд вопросов, основными из которых были предложения депутата Пабла Тайланяна о внесении изменения в закон о гражданстве Республики Западной Армении, вопрос очередности и графика выступлений депутатов на 8-м заседании 2-го созыва, которое состоится 17 декабря. После обсуждения депутаты и лично господин Тайланян решили снять с повестки представленные им письменные предложения. Депутатам решили выделить по 15 минут на каждое выступление, а выступления президента и правительства по 30 минут. Что такое жить на чужбине? Я бы описал это как вынужденное убежище в других странах, среди других братьев и сестер, которые, вопрекли невзгодом, пытаются сохранить свою собственную идентичность, которая со временем исчезла. Сохраняя свои традиции, язык, культуру и религию, на самом деле они пытаются сохранить истину, которую не есть ни что иное, как историческая изюминка, брошенная в море забвения. Сегодня армяне, находящиеся в изгнании, имеют возможность восстановить свои корни, свои родные города и происхождения. У них есть возможность восстановить свои международные права, обращаясь к законам, дающим нам легитимность. Например, я имею честь носить документ, удостоверяющий личность, признающего меня гражданином Республики Западной Армения. Армения, которая охватывает весь наш армянский народ, включая оккупированные врагом территории. Призыв Раймада Берберяна ко всему армянству полностью доступен на нашем сайте. Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1915 году, председатель Всемирного комитета против войны и фашизма Ромэр Ролан интересовался судьбой армян во время погромов в 1894-1896 годов в Османской империи, жертвами которых стали более 200 тысяч человек. Он написал в своем дневнике эти строки, связанные с происходящими событиями. Самое жестокое из преступлений было совершено в день праздника святого Варфоломея в Армении. Мой бывший одноклассник из школы Нормале Виктор Берард, только что вернувшись из Константинополя, привел несколько неоспоримых подробностей, отметив, что это было преднамеренное охладнокровное убийство целого народа. Это была организованная резня, управляемая и направляемая правительством без вспышки фанатизма. В Европе не было ни одного правительства, которое не знало бы об этом до, по крайней мере, за месяц до погромов. Полностью материалы вы можете прочитать на нашем сайте. В общине Кармиршука Мартунивского района Республики Арцах при содействии Международного комитета Красного Креста ремонтируется детский сад. Об этом сказал глава общины Нарек Атаян. Строительные работы начались еще в начале лета. До этого использовалась часть здания, сейчас ремонтные работы ведутся почти в двух корпусах. Мастера выполняют работы довольно быстрыми темпами. Атаян подчеркнул, что после Нового года ремонт будет завершен, в результате у нас будут хорошие условия, а также центральное отопление. В связи с ремонтом детский сад осуществляет свою деятельность в дальние школы. Западная Армения положительно оценивает такие темпы строительных работ в Арцахе, поскольку развитие инфраструктур приведет к тому, что арцахцы останутся на своей земле. Село Джертаник находится в волости Псанг-Сасуна Западной Армении. Преобладающее население села Джертник было заселено армянами. Однако село имело также несколько домов курдов, которые работали в домах армян, помогали им со скотоводством и по другим домашним делам. Основным занятием населения села было взаимоделие и скотоводство. Джертник имел церковь под названием Святой Георг. Святой Георг был известным местом паломничества в районе, который помимо армян посещали и местные курды. Армянское население села не осталось в стороне от сосунской резни 1894-1896 годов. Крупное вторжение турецкой диктатуры 1904 года против армян вынудило часть армянского населения деревни покинуть село и переехать жить относительно в более мирных условиях. В 1914 году в селе было уже 30 домов и 390 армянских жителей. В 1915-16 годах село было разрушено, разграблено, а без смобочных стариков, женщин и детей турки забрасывали в сарай и сжигали. Лишь немногим спавшимся от резни армянам удалось обосноваться в некоторых пустынных селах. Там армяне жили изолированно до февраля 1916 года. Затем им удалось перебраться в освобожденной русской армии Муш, далее в восточную Армению, сирийский город Алеппо и Константинополь. Еще в начале 90-х годов 19-го столетия при Абдулгамиде II, а затем при молодотурках, жестоко действовала строгая директива. После уничтожения коренных армян со временем очистить их следы. А это в первую очередь храмы церкви, историко-архитектурные памятники. Только так можно оправдаться перед будущим, сказал Талаат. Эту хамида-талаатскую инструкцию довольно активно использовали и в советское время, особенно в Азербайджане при Алиевых. Поэтому неудивительно, что Алиев-старший, прекрасно зная, что из 150 тысяч армянских исторических памятников в Нахичеване осталось всего 4 тысячи, уже думая о территории, находящейся за пределом исконной армянской автономии. Алиев в газете «Бакинский рабочий» от 23 января 1998 года, уверенный, что благодаря советской власти и Турции вся территория армянского Нахичевана уже стала азербайджанской, заявляет, земли, находящиеся вокруг Азербайджана, также азербайджанские. В огромном списке этих земель есть и Капанский район нынешней республики Армения. Я бы хотел, чтобы особое внимание на эту географическую деталь обратили ООН, Совет Безопасности и, конечно же, три президента стран-сопредседателя Минской группы. Так что в плане стратегии у Алиева тогда уже все было запланировано. В том же 1998 году предпринял окончательный геноцид армян в Нахичеване. То, что произошло в Нахичеване под руководством азербайджанских диктаторов, уже произошло на территории Западной Армении руками турецкого руководства, совершившего геноцид. Следствие молчания международного сообщества было осуществлено первой геноцид 20 века в Западной Армении, в дальнейшем он продолжился в Нахичеване, а сегодня в цивилизованном и развитом 21 веке в Арцахе. Ювелирное дело – одно из старейших искусств человечества. В Армянском Нагоре ювелирное дело было развито с ревнейших времен. Обнаруженные в ходе археологических раскопов образцы свидетельствуют о том, что еще во II тысячелетии до н.э. изготавливали золотые и серебряные украшения и предметы быта. Армянские мастера освоили способы обрезки летят, качество бисероплетения и прочее. В середневековой Армении центрами армянского ювелирного искусства были Двин, Аник, Карс, Ван, Ардвин, Ардаган, Константинополь, Ерзенка, Ереван, Александрополь, Шуши, Ахалцихи. В дальнейшем ювелиры-серебряники Армении еще больше развивают родители старых мастеров и создают новые своеобразные работы. Лучшие работы были выставлены на всемирной выставке, удостоены высоких наград. Однозначно в Западной Армении было развито ювелирное ремесло, об этом свидетельствует то материальное наследие, которое в годы геноцида коренной армянский народ оставил и был изгон чужие страны от Ятагана. И в основе наших требований лежит не только территориальное требование, но и материальное, которое представлено как недвижимым, так и движимым имуществом. В ремесленных городах был большой оборот золота и других драгоценных украшений, которые были разграблены по приказу и разрешению турецкого руководства. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok